Сейчас должно поместиться всё. А вот каким оно образом будет помещаться туда всё, вот возникает философия истории. Это не линейные такие вещи. Не линейные, но так или иначе... Это не два, которые мы рисуем, но пересеклись. Они всё равно пересекаются. Нет, скорее там начинает всё вкладываться каким-то странным образом. Это как теорема обложенных отрезков, скорее. То есть некий отрезок, в который вмещается всё. Но каким образом она вместилась для каждой исторической эпохи? По-разному. Но, конечно, это бы всё вместилось там в Средневековье так, а в Возрождении — это как. Конечно, они всё вмещают туда. Но это не линейные же вещи, мне кажется. Ну и дальше это можно раскручивать. Психолог. Может быть, но всё равно... А не в том смысле, что у Тани и Маши в корзинках разные фрукты, у каждой погружена? Не в этом смысле. Да, но в пересечении всё-таки есть смысл общей зоны. И в этом плане запутанность... Как общей зоны. Если бесконечная, может включиться в конечное. Я же знаю, что там будут какие-то складки образовываться. А не в том смысле, что, например, есть прямая она бесконечная. Я вот выделила отрезок. У них вот это... Вот без будущего. Это общая зона. Да, речь-то всё-таки... Не о том, что прямая имеет некую общую зону вот с этим отрезком. А речь о том, как вся эта бесконечная прямая вот сюда поместится. Как без будущего. Но вот это вот сюда поместится. Понятно, что мы не фиксируем, каким образом это у нас может быть. Нет, но тогда вопрос как раз к тому, каким образом она туда будет помещаться. Да. Но она невозможно. А больше всего вариантов как? Хотя в случае с вероятностью там получается область возможных пересечений, которые никогда не могут быть удостоверены. Когда мы говорим, что одно помещается в другое, мы говорим, что что-то определённое. А в пересечении функций и вероятностей там невозможно это сделать. Мне кажется, что запутанность там немножко по-другому берётся. Это запутанность материи значения, причём на уровне аппарата. Если аппарат позволяет что-либо различить, то это и есть схватывание материальности. Но мы понимаем, что эта материальность схватывается через ещё и когнитивные технические практики. Поэтому отделить наблюдателя от наблюдаемого невозможно. И материю значения тоже невозможно отделить. И это как бы базовая процедура, вот первый тезис текста. Отдельно можно делить мышление, если берётся отдельно, отдельно объекты. А вот нужно заметить ещё вот эту процедуру, что они не... Ну, как бы... Ну, в принципе, это было довольно просто сказано у Латура. Мы берём объект природы, там, 17-й век. Надурфилософия обозначила нам такой объект. Да, ну, там, речелева пустота. И с тех пор все работают с понятием пустоты. Дальше посмотрим, как сделан был этот объект. Собрались там четыре эксперта, наделённых позицией дискурсивного, ну, как бы, доминирования. Вот что они скажут, то они и сказали. Да, а дальше мы рассматриваем саму вот эту практику экспериментирования. Да, но они не знали, как назвать то пространство, из которого они выкачали воздух. Причём у них ещё была дискуссия, что пустое пространство или не пустое. И почему там пёрышки падают всё время вниз, там есть какая-то гравитация. Понятие гравитации они не вывели ещё. Почему там мышки дохнуты, они не знали, как бы... Ну, понятие, что кислорода нет, тоже непонятно. Это мистическое пространство, но им не хотелось поднимать его за мистическое, поэтому они назвали его пустотой. Так вот, как бы, концепт пустоты в физике был сконструирован. И Латур говорит, что так любой концепт природы, натуры имеет такую сконструированную область. Причём всё конструирование работает в такой авторитарной модели, собственно, властной модели. То есть конструирование идёт всё время в свой пользу. И в социальной системе мы это очень хорошо видим. Ну, как конструируются тела подданных и тела, там, как бы, властных. Потому что это один и тот же процесс конструирования природного объекта и социального объекта. И вот, как бы, здесь мы видим то же самое, только Барретт не занимается критикой, а она занимается, ну, как бы, установлением другой, ну, как бы, модели. Кто она? Кто она? Карен Барретт. Карен Барретт. Ну, и Латур занимается опять тем же самым. У него есть эти политики природы, где все его, как бы, бывшие объекты превращены в агенты. Все подают апелляции. У всех этот бесконечный орнамент. Ну, как бы, для Барретта это сложные причинности раскрываются. А у Латура это парламент вещей со своими, как бы, скандальными вот этими процедурами политическими. В принципе, да, они, конечно, в равной мере пытаются выстраивать вот это новое, ну, как бы, новые правила входа в мышление, в онтологическое мышление. Слушайте, у меня, когда я читаю, ну, многие подобные вещи, всегда такой возникает вопрос глупый. А вот предполагается, да, авторами, что сознание не протяжено или все-таки протяжено? Ну, он такой, как бы, немножко устаревший с предыдущими. Продолжительная функция, наверное, получается. Ну, это времена функция. Ну, времена. Времена. Ну, дальше мы делим протяженное и темпоральное. Темпоральное опять процессуальное. И тогда оказывается, что оно не летит в бесконечную протяженность, а оно связывается вот здесь вот. И оно в любой момент эту процессуальность может остановить, да, и темпоральность оказывается конечной. Ну, то есть не протяженностью. Ну, как бы, в темпоральности, да, в темпоральности оно… Протяжено, но не в метафизическом смысле, да, в смысле как бы операционной… В метафизическом же как раз оно не протяжено, сознание. Ну, у нас и материя тоже не протяжено. Ну, теперь… Подождите, мы же не берем волновую волну. Нет, я понимаю. Такой психотерапевтический ход сделает очень легкое, вот многие и тело. Да. Просто мы, как бы, частиц переходим во волну. Подождите. Просто мы сохраняем волну. Подождите. Непротяжено. И дальше начинается темпоральность, и что? Значит, что у нас непротяжено? Природа. Природа протяжена. Нет, ну что-то такое у нас смешное недавно было. Почему природа протяжена? Я подключилась к лаборатории исследования компьютерных игр, они обсуждали не место. То есть они, как бы, пытались работать вот с этими протяженностями. Но понятно, что, как бы, классическая протяженность тут не работает. Ну, как бы, в компьютерных играх, там, не знаю, в зумовых связях. То есть это такая протяженность, которая собирается и исчезает. Она собирается из любого масштабирования пространственного. И ее смысл в том, что она завязывается, плотно завязывается на какие-то там полтора часа. Не в том, что она стоит как бесконечная протяженность, а в том, что вот как бы ее, наоборот, можно сгустить. Но самое интересное, что есть такие практики, которые не работают, как бы, с понятием не местом. Не локальные практики. Да, ну вот в зуме мы сгустились. Там можно понять, что мы сделали пространственную, временную и темпоральность. И совершили событие такое, да что-нибудь обсудили. А тогда это сетевые игры, которые работают, у которых нет места и которые еще играют с этим отсутствием места. Там каждый раз входишь, и там опять генератор тебе все поменял. И при этом в это играет огромное количество людей. И вот, соответственно, что получается с концептом протяженности? С концептом времени происходит как бы даже понятие. Время жизни, время как бы там исторических переходов. Понятно, что время завязано на события, на что-то. А вот пространство, оно тоже получается тогда завязано, ну, с одной стороны, на события, а с другой стороны, оно имеет такую разреженную форму, которую можно, ну, как бы, складывать, раскладывать. Можно вопрос? Вот, для того, что вы раньше говорили до этого, вы говорили про эти средневековые ученые, они получили пустоту, вы назвали, как это? Какая-то пустота? Ну, это не средневековые, только что. Вакуум? Семнадцатый век. А, ну да, да, вакуум, да. Они сказали, что это пустота, потом с пустотой стали работать физики. Потом вы как-то перескатили на то, что это сие синонимичные отношения власти и в том, что это отражается на обществе. А каким образом мы разговаривали, что это пустота и не дали возможность этой штуке быть чем-то другой, чем-то другим, чем она могла бы быть другим? То есть какие она еще поставляет для своей, так сказать, материальности вещи, кроме пустоты? Но сейчас-то уже открыто, что пустота, что вакуум, но она не пусто, а происходит квантовое движение в нашей серии. Да нет. Дело в том, что всегда будут объекты переописываться. Дело в том, что… Пустота у нас сравнилась с неопределенностью. Нет. Дело в том, что любые физические объекты будут переописываться. И вообще любые объекты будут переописываться, потому что, согласно Барах, они не отделены от процедуры описания. И тут очень много исследований. Ну вот, например, мне сразу вспоминается отличный доклад. По-моему, это был в университете, он был в Ю, я не помню этого итальянского исследователя, которого часто любят приглашать на шрию. Он это… Да, это был французский институт. Значит, как бы молодой человек, пользуясь латуровской методологией, рассмотрел географический объект. Это на юге Франции есть такой залив, типа как бы озера. И там дюны. И он берет, значит, в работе с 17 века, и путешественники описывают, что они выехали в такую бешеную дарь. Там нечем дышать. Лошади тонут в дюнах. А люди, которых они там встречают, это не люди. Они что-то рычат на своем непонятном зверином языке и ходят в шкурах и размерами подозрительными. 19-й век. Это от Парижа, там, не знаю, 300 километров. 19-й век. Это место связи с Богом. Там природа, значит, открыта в свою бесконечность. И это лучшее место для того, чтобы лечить чахотку, потому что густой воздух прямо дерет легкие. И ходим мы там. Ходить там по лесу нельзя, потому что он, как бы, такая мистическая тайна природы. Поэтому ходим мы по балюстрадам, которые вокруг озера сделаны, и дышим, смотрим на звезды и любуемся этим предстоянием перед невозможным и неизвестным. 20-й век. Это самый модный пляж, где непрерывные гамбургеры, чизбургеры и толпы детей. И вообще там жить невозможно. Там ходишь по телам, и вот этот грязный песок плотный. И вообще это вся такая бессмысленная дурацкая природа. Обновленная установка. А вот то, что вы описали, это же хороший пример вот собственно коррекционизма, да? Что вещи, они только такие, какими вы их описывали. Но где-то себе об этом знании об этой вещи? Нет. Эта методология меня уверяет в коррекционизм. Когда мы заводим вот это вот историческое понимание, как устроена корреляция, мы снимаем корреляцию. Да, но мы переходили к знанию. То есть смысл предоставить корреляцию, чтобы прийти к знанию. А тут прямое пространство как бы к релитилизации. Мы видим, что можно так, можно так. А, вы хотите прийти к знанию объекта, и узнать, как это озеро сделано в самом деле. К знанию вы приходите своей корреляционной процедурой. С аппарата знания. Я просто имею ввиду, что мы сейчас же, наверное, уже прошел этот модуль, спекулятивный реализм, а вот например, там, тексты о понятию, или там, собственно, имея слово, они все хотят прийти к знанию. Все спекулятивные реалисты хотят прийти к знанию. Я не показываю, почему как раз таки то, что философия на себе запретила знания, как это политически плохо сказывается на мире и на, в общем-то, на том, что наступает теология и всякий эзотеризм. И поход к реалистов к знанию, это как бы серьезные вещи. Это не банальное, как бы это субъектно-объектное знание, где разум натуральный, свобода природа самоданна. Там как бы вот у этого теоретика темного просвещения, темного нового нигилизма, у него есть такое понятие «выслеживание вещи в себе». Является такой текстом, это о понятии, где он предлагает, как можно выслеживать вещи в себе. И он там дает список разных, так вот, коллекционистских таких методик. Как раз таки все из них, они показывают, как наиболее изящно и интеллектуально тонко показать, что знания невозможны, и мы проваливаемся как бы в свободу релятивизации. А вот возможности, скорее всего, в этом тексте, что-то другое. Честно говоря, я это посчитал до половины, потому что я не успел попасть. Но вы можете сказать, что предогласили там что-то еще, кроме вот этого эксотического понимания возможности, что может быть вообще очень по-разному все описано, это прекрасно, что по-разному все описано. Но то, что описывается, оно со своей стороны тоже как-то вторгается в нас, и мы должны с этим работать. И вот получается об сознании все-таки. Я в обществе, я в природе. Да, подождите, здесь, во-первых, нет экстатичности, здесь очень жесткая такая логическая структура, которая связана с понятием аппаратов, понимание самой процедуры, как делается реальность. Ну то есть вот на уровне этого парижского курорта, что предлагает Барат, мы видим, что курорт описывается по-разному. Соответственно, мы можем зафиксировать там процедуру корреляции. И мы понимаем, что объект никогда не дан естественным образом. Этот объект может быть осмыслен разно-соответственно. Мы смотрим на то, как он осмысляется и как он социально функционирует. Ну а дальше там можно... Вот мы вышли в поле, в поле превращения знаний. И оно одновременно нам снимает данность объекта, открывает способность участвовать в его конструировании и способность его менять. То есть... Но оно не называет это спекулятивным знанием, потому что... Оно называет это аппаратным знанием, знанием вот самой вот этой операции. Потому что проблема здесь не в том, что мы сбили корреляционистский объект. Объект, как он нам больше не нравится, в который мы поймали. А проблема в том, как перезапустить свой объект. И дальше оказывается, что его невозможно запустить универсальным способом. Дальше работает теория дополнительности. Объект может быть таким, таким и таким. И они дополняют друг друга. И это все легитимные конструкции из разного способа конструировать. То есть один и тот же объект, он разрешено его видеть по-разному? То есть только в простом языке. И он потенциально умеет. Ну, это не зрелище, а взаимодействие. Если ты конструируешь такой объект, то ты за него отвечаешь. А этот объект является с тобой корреляционным, коррелитивным. Но это не единственная коррелитивная модель. То есть здесь нужно тащить за собой корреляционистское наследие, коррелитивное наследие. Но это то, что дает нам ответственность и реальность. Вот такой интересный момент. Вот если стать адвокатом дьявола и защищать вот это знание в объекте, как он есть для этого, то, наверное, это знание, оно имеет значение, потому что оно очень хорошо его вложит в конвенцию, что все люди договорились, что оно такое. Но вот если люди не договорились, что оно такое, то они на это будут воздействовать, исходя из того, как они это сконструировали. А все могут это сконструировать по-разному. И тогда хороший пример с пляжем. Кто-то хочет в этом видеть до сих пор мистический лес и заниматься там созерцанием, а кто-то там ест гамбургер и валяется там какими-то там садными, подмазанными антизакарным кремом и телами. И это как бы вроде бы демократия, эти делают это, эти делают это, но они все равно, тут они как бы впадают в конфликт, и в конце концов они должны договориться, давайте вот тут у нас будет заграждение, где вы будете мазаться кремом, а тут мы будем созерцать природу. То есть второе объекте нужно будет уже делить по их кластерам таким. И каждый кластер будет относиться к какому-то обществу, которому они гадны. Но честно говоря, не очень понятно, как это может быть синонимично позитивной науке. Потому что, все-таки, вот если это мнение, вот когда мы будем... В афициальности как-то нечет. Обратимся к тексту. Физика не может самостоятельно обеспечить полное описание социального мира. Да. Что необходимо, так это переоценка физических и метафизических представлений, которые прямо или косвенно опираются на старые представления в физическом мире. То есть нам необходима переоценка этих представлений с точки зрения лучших физических теорий, которые у нас есть в настоящее время. Точно так же мы должны использовать наши лучшие социально-политические теории, чтобы повернуть пересмотры то, как мы понимаем социальные феномены. Что необходимо, так это анализ, который позволяет нам теоретизировать социальное и природное вместе, прочитывать наши наиболее удачные представления социальных и природных феноменов одни через другие, таким образом, чтобы прояснить отношения между ними. Это приводит к намеренной утрате, несомненно, существенных аспектов. Это, я понимаю, как ее программа. А там что-то сказано, кстати, по поводу того, что Гастун Башлер критиковал Гусарева за то, что он отказывал объектам в их контрплотности. Условно говоря, есть известный один тот Бергсон, что на феноменолога едет в грузовик, и у него исчезает и на ЭМА, и на ИЗИС, и мир весь здесь. И есть, например, с пляжем, люди разные делают на пляж, кто-то играет в волейбол, кто-то загорает, и вот если волна, то пляж, для всех превращается в абсурдно один объект. Все его видят одинаково. И вот есть вот эта негативность, которая есть в материи, угрожающий момент, который требует того, чтобы знания о ней не релитилизировалось, чтобы оно... Это же одна из функций, как раз и все больше функций. То есть, допустим, пляж, место спасения или волна, который убивает, в ней изначально уже заложено, по идее, вероятность того, что она может убить кого-то. Потому что она манпозиционная. И...